Хулио, я не хочу, чтобы вы звонили мне домой. Это ясно? Вы что, забыли, кто я? Забыли, какие у меня связи? Если вы ещё раз позвоните мне домой, я отправлю вас в тюрьму и вас, и ваших друзей. Понятно? Если вы хотите и дальше работать, не звоните мне домой и забудьте о долге. Больше он не позвонит. Возьми. Что это? Сотня. Ты что, никогда не видела? Прости, я забыл. Можно мне зарезервировать очередь на эту ночь? Что? Очередь. Я не понимаю, о чём ты говоришь. Ну да, конечно. Прости, ты стоишь дороже. Вот ещё сотня. В чём дело? Две сотни. Это хорошие деньги за короткое время с мужчиной. Этих денег хватит. Ну что? Только не говори, что берёшь триста. Две сотни вполне достаточно, чтобы провести какое-то время со мной. Сколько ты берёшь с моего кузена? Сколько, сколько, сколько? А в чём дело? Ты плачешь? Понял, ты взволнованно. Никогда не думала, что за тебя дадут столько. Но у меня их много. Могу дать тебе гораздо больше, если хочешь. Вот ещё. Ну что? Мы, богатые, можем потратить на жечье много денег, сколько понадобится. Держу парей, ты могла заниматься этим всю ночь. И всего только за двадцатку. Фильм о Рауле Ликоуне. В главных ролях Наталья Аррера и Факунда Арана. Дикий ангел. Автор сценария – Энрики Торрес. В фильме снимались Фернандо Мистраль. Вероника Вейера. Лидия Ламальсон. Виктория Анетта. Норберто Диас и другие. «Во buffet» «Во buffet» Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дикий ангел Вино, соответственно, проливается и этот тип говорит Виртуоз Ну что, неплохо? Твои анекдоты как вино от времени становятся лучше Спасибо Вот Пабло тоже засмеялся Значит, понравилось? Нет, я не люблю анекдоты, но когда все вокруг смеются, то веселюсь за компанией Ну-ка так Дядя, я смеялась, но на телевидении тебя не возьмут Такими зрителями, как вы, я бы умер от голода Без нас ты бы точно умер Спасибо за высокую оценку Подожди-ка Хочу предупредить тебя, что за твою выходку тебе придется заплатить За чистку ковра и те тарелки, которые ты разбила Не волнуйтесь, сеньора, можете вычесть из моей зарплаты Пожалуйста И из твоих дополнительных заработков А вы не знаете, у Мили есть другой источник доходов Сеньор, не надо, мне и так больно Мой сын причинил тебе боль? Я только отругал ее за то, что она сделала, мама Правильно сделал Эта девчонка ни на что не годна Федерико, распорядись, чтобы из монастыря нам больше не присылали подобные В следующий раз пусть приходит сама мать-настоятельница А падро Монуэль будет приказчиком, если он нам понадобится С вашего разрешения Я еще тебя не отпустила Извините А вот теперь можешь идти Да, сеньора Вот и я говорю Из-за этой дуры нам всем будет плохо Что? Почему это плохо? Почему? Как ты, почему ты? Ты видел, в каком состоянии она оставила ковер? Но она же не нарожна, Марта Теперь все будут говорить, что служанки дуры А единственная дура здесь, это Милагрос Оставь, наконец, Миле в покое Ты меня уже достал этими наскоками на Милагрос А ты меня достал дружбой с этой пигалицей Что ты сказала? Ну-ка, повтори Сейчас как двинут, дура Сама дура ненормальная Ой, девочки, успокойтесь Что происходит? На улице слышно ваш крик Да ничего, Бернардо, просто девочки не сошлись во мнении Да, мне кажется, эта грубьенка неполноценная А я думаю, Бернардо, что ты должен принять меры и выгнать эту вот отсюда Что? А ну-ка, повтори А ну-ка, повтори Девочки Хватит Приказывать здесь могу только я Ясно? Во-первых, хватит кричать Во-вторых, если я хоть раз услышу подобное То вы обе Немедленно окажетесь на улице Ты И ты тоже Я действительно хочу попросить у вас прощения Простите, что подвела вас с ужином Простите, Донья Да забудь ты про этот несчастный ужин Я сама должна была прийти Говорю тебе, забудь об этом Господи, да на тебе лица нет Мне очень плохо, Донья Могу я тебе чем-нибудь помочь? Да Чем? Разрешите мне вернуться в монастырь Пожалуйста, Донья Пожалуйста Да, Алекандра Да-да Увидимся Да До свидания Я перезвоню Пока Я хотел позвонить Ну, позвоню от себя Иди сюда Я уже закончила Правда? Да, конечно Как у тебя дела с Иго? Лучше? Так себе Не то, не сё Не надо быть дурой Не ставь всё на одну карту Почему? Потому что это просто глупо Ты же видишь Федерико сходит по тебе с ума Ты предлагаешь Чтобы я обманывала твою сестру, да? Ты не забыла, что мы с тобой компаньоны Ведь мы компаньоны Да-да Акциями моей сестры распоряжается И его Я с этого ничего не имею Поэтому Мне выгодно Чтобы твоё влияние Выросло ещё больше Так что Поставь сразу на обе карты Но ты кретин Ты так думаешь? Да, думаю Но мне это нравится Да Да, это я Кто говорит? Да, Хулио Да Пока да Я же просил тебя Не звонить мне домой Забудь про мой долг Не доставай меня Не звони больше Никогда Понятно? Марта Давай поговорим минутку По-хорошему Скажи, почему ты так агрессивна По отношению к нам? Что мы с Милей тебе сделали? Вечно ты к нам придираешься Что такое? Хватит выводить меня из себя У меня с вами нет ничего общего Это я вижу Может, ты не такая, как мы Но только ни я, ни Милли Не виновата в том, что тебе приходится носить это платье Я же с тобой разговариваю Повернись ко мне Послушай Может, ты все-таки изменишь свое отношение к нам? Сколько можно устраивать перебранки? Еще чего Нормальные люди и прислуга Совершенно разные вещи В этом заключается разница между тобой и мной Я человек А ты Какая-то горничная Тихо, Глория, это я Милли, что с тобой? Что случилось? Мне плохо, Глория Мне больно Где тебе больно? Здесь Очень больно и никак не проходит Много Много Субтитры создавал DimaTorzok Куда ушла? Она не сказала. Донья Ангелька вчера ее отпустила. И она ушла. Ты не знаешь, куда она могла уйти? Кажется, она всегда ходит в монастырь. Думаю, что и сейчас она там. Бедняжка. Ей так плохо. Давай, заходи. Почему всегда я? Ну что, других что ли нет? Другие есть. Но здесь, сейчас, будешь убираться ты. Только осторожно, аккуратно. Не разбрасывай бумаг, синьора Пабло. А как я определил? Что нужно, а что нет? Не выбрасывай ничего. Он художник. А это вот... Куда положить? Дай сюда. И убирайся. Ты с ума сошел, Иван? Наоборот. Думаю, нужно воспользоваться тем, что Мелагрос ушла, чтобы уволить ее совсем. Не понимаю, чем она заслужила твою ненависть? Да мне все равно. Только чтобы лучше ее здесь не было. Никогда. Почему? Она подает плохой пример прислуги. Ведь она встречается с Пабло. Что? Да, как бы странно, тебе это не показалось. Да-да. С Пабло. Ты в курсе? Более или менее. Я почти уверена. Миле мне все рассказывала. Она влюблена в него по уши. Мой браслет. Боже мой. Куда он делся? Господи. Сеньорита. В чем дело, Морган? Ни в чем. Что-то случилось? Да, мой браслет пропал. Куда ты смотришь? А, браслет. Минуточку. Вот твой шанс, Рокки. Мой шанс? Конечно. Твой шанс приударить за молодой хозяйкой. Что, по-твоему, она сделает человеком, который вытащит ее браслет из морских глубин? Ты только представь. Что она сделает? Представляю, я утону, ведь я не умею плавать. Это не важно. Подумай о ее благодарности. Как она тебя отблагодарит? Как? Поцелуем. Я нашел его. Вот он. Мне пришлось биться с акулой. Мой герой, Морган. Зовите меня Водяной Морган. Водяной Морган. В чем дело? Я не умею плавать. Пока вы меня целуете, я тону. Не могу остановиться, дорогой мой. Не беспокойтесь, синьорита Виктория. Морган достанет ваш браслет. Он же не умеет плавать. Как не умеет? Он профессиональный пловец. Правда, Рокки? Да, дорогая. Ну вот, он не умеет плавать. Это тактика Амазона. У него своя тактика. Прекрасно, Рокки. Вот так. Дыши глубже. Прекрасно, прекрасно. Настоящий мужчина. Настоящий мужчина. Бернардо. Слушай, синьор. Что это? Я специально положил, чтобы вы почитали. А что это? Нашел в спальне вашего двоюродного брата. Дневник его невесты Вероники. Боже мой. Прочтите здесь, синьор. Вот тут. Это очень важно. Я пойду. С вашего позволения. Где я ошиблась, Господи? В чем? Что я сделала не так? Разве я виновата? Разве я виновата в том, что у него на уме совсем не то? Ну, ты же все знаешь. Объясни ему. Скажи, чтобы он сжарился надо мной. Скажи, прошу тебя. Пожалуйста, не мучай меня. Скажи ему об этом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Твой кофе. Спасибо, ты очень любезна. Федерико, с тобой все в порядке? А что? Ну, не знаю, у тебя синяки под глазами? Нет. Ты что, плохо спал? Я знаю, развлекался до рассвета. Бедняжка твоя жена. Что ей приходится терпеть? Если ты хочешь знать, не занимался ли я любовью с какой-нибудь женщиной, то знаешь, что нет. Но мы с тобой могли бы сейчас. Спокойно, спокойно. Почему? Ты не такой, как твой сын. Тебе кажется. Почему ты так думаешь? Ты такой пылкий. Нет. Это было бы безумием. Подожди, подожди. Что ты называешь безумием? Что ты имеешь в виду? Ничего. Пусть все будет так, как есть. Андреа, брось его. Я хочу тебя. Пусти меня. Но почему? Это несправедливо. Разве ты бросил жену, чтобы прийти ко мне? Ну, не могу. Ты же знаешь. Нет, не знаю. Она официальная владелица фирмы. К тому же, моя политическая карьера. Это невозможно. Тогда не будь эгоистом. Не проси меня бросить его. Он мой жених. Вот именно. Это прекрасная ширма. Прекрасная ширма? Если нам удастся договориться, никто не догадается, что с невестой моего сына для нас это прекрасная ширма. Федерико, о чем ты думаешь? Что у тебя за мысли? Не торопись раньше времени. Между нами ничего нет и быть не может. Никогда. Запомни. Никогда? Я ищу Демиана. Его здесь нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Он так и сказал? Вот именно. И предложил тебе 100 долларов? 200. 200? Это так дорого. Какое мне дело, сколько это стоит? Он меня обидел. Ведет себя со мной, как с проституткой. Все мужчины одинаковые. Сестра Толстушка была права. Да, хотя мне трудно это признать. Поэтому я никогда не выйду замуж. Не говори так. Я не хочу страдать так, как ты. Нет. Тебе не придется страдать. У тебя все будет по-другому, Глория. Ты встретишь прекрасного человека, который будет тебя оберечь, любить, что бы ни говорили вокруг. Будет любить тебя по-настоящему, как положено. Все будет хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! КОНЕЦ Где я тебя видел? В каком-то фильме. Наверное, в Титане. Нет. В красивой женщине. А я тебя видела в фильме. Несмешной клоун. Если хочешь, я могу тебя рассмешать. Я специалист по щекотке. Видишь, ты засмеялась. Я великий клоун. Согласна, как клоун ты хорош. Ну, каков ты, как мужчина. В этом ты можешь убедиться сама. Ради Бога. А как я могу это сделать? Мы могли куда-нибудь поехать. Куда, например? Не знаю. Куда, где мы остались бы вдвоем, в тишине, вдали от всех. Я буду ласкать тебя под музыку. Тебе нравится, когда тебя ласкают под музыку? А ты как думал? Мне кажется, что нравится. Что ж, возможно. Да? Да. Ну, поедем? Поедем. Только в моей машине. И везти буду я. Хорошо. Ради Бога. Так будет лучше. Я согласен. Прекрасно. Может, все наладится? Нет. Все кончено. Ты права. То, что произошло, очень серьезно. Чоли, ты какими судьбами давно тебя не видел? Да. Вот я и пришла вас навестить. Чудесно. Ты не проголодалась? Не очень. Сестра толстушка что-нибудь приготовила. Спасибо. Я почему-то совсем не хочу есть. Что-то случилось? Я устала. Устала? А может, ты заболела? У тебя температура? Ты простудилась? Да нет. У меня душа болит, падре. Нервничаешь перед свадьбой? Нет, падре. Не надо. Замужество не для меня. Ну что? Угадай, кто я. Вот именно, Фулио. Человек, которому ты должен. А теперь выбирай. Заплатить или умереть. Прошу тебя съездить в Италию, чтобы внимательно изучить это предложение. Когда ты сможешь вылететь? Вылететь? Что? Ты слышал, что я сказал, Иван? Прости, я задумался. Ты сказал, что я должен куда-то вылететь? Не куда-то, а в Италию. Нужно встретиться с итальянскими бизнесменами, которые хотели бы вложить свои деньги. Зачем куда-то ехать? Пускай сами приедут. Не будь смешным, они же инвесторы. Мне плевать. Зачем мне куда-то ездить, не понимаю. Ты сошел с ума? Нет, не сошел. Не нужны нам компаньоны. Нам никто не нужен. Ошибаешься, одним мы ничего не сделаем. Ты же знаешь, что это не так. Ты это знаешь. Ты называешь меня лгуном? Нет, тираном. Кто ты такой, чтобы решать, ехать или нет мне? Я президент фирмы. Решение должно быть принято на общем совещании директоров, а не одним Федерико Ди Карло. Знаешь что, плевать мне на тебя и твои проклятые совещания. Мы все равно проголосуем, даже если тебе это не по вкусу, и посмотрим, чью сторону примет дядя Дамиан. В чем дело? Что за крик? Что за крик? Как всегда, его чужие мнения не интересуют. Главное для него навязать свою волю. Тиран паршивый. Это так серьезно? Он хочет, чтобы я отправился в Италию. А ты отказываешься? Послали бы меня в Италию, я так давно нигде не была. Если даже я и поеду в Италию, то только в том случае, если захочу сам. Туристам, но не потому, что скажет этот диктатор. Италия. Италия. За 24 часа мне не собрать столько денег. Ни за что. Федерико, Федерико. Нет, я ему и так должен кучу денег. Моя смерть будет ему на руку. Федерико даст убить меня, как собаку. Самое лучшее убраться отсюда. Пока не поздно. В чем дело, Чолито? Давай, бегай. Постой. Ты ушилась? Все в порядке, не надо. Больше я не играю. Все. Ты что, оставишь команду без игрока? Все равно от меня никакой пользы. Чолито, ты меня беспокоишь. Что с тобой? Ничего, просто устала. Никогда не видел тебя такой. Я что, по-вашему, робот, чтобы никогда не уставать? Ты не только устала, но и какая-то расстроенная. Не беспокойтесь, падре. Сейчас посплю немножко, и все пройдет. Жаль, я думал, что от футбола тебе станет лучше. Ребят очень любят играть с тобой. Скажите, Глория, пусть сыграет вместо меня. Глория ушла. Куда? Как это ушла? Не знаю. Ты что, с ума сошла? С ума сошел ты. Что ты сказала? Потому что хочешь потерять такую девушку, как Милли. Иди отсюда! Ты вторгаешься в мой дом! Бернардо! Пожалуйста, давай поговорим. На мне, о чем говорить. Не желаю тебя слушать. Скажи спасибо, что я тебя подвез на машине. А теперь катись! Ты же ничего не теряешь. Ну, выслушай меня. Это она тебя подослала? Нет. Если Милли узнает, что я здесь, то она меня убьет. Не глупи. Поговори, пожалуйста, со своим кузеном. Хорошо, подожди меня. Еще чего? Вот и видишь, как ты ошибся. Ладно, посмотрим. Только не опоздай. Кто там? Возьми это твое. Почему он у тебя? Я, я... Лучше ничего не говори. Мне нечего сказать. Да, так что уходи. В любом случае, думаю, я должен тебе кое-что объяснить. Ты мне ничего не должен. Оставь все как есть. Прошу тебя, выслушай меня. Ничего мне от тебя не нужно, Иго. Иди лучше отсюда. Подожди, я хочу тебя кое-чем попросить. Что? Ты возвратил мне дневник, где моя невеста описывает, как занималась с тобой любовью. Нет, наверняка они следят за дому. Следят за входом. Нужно придумать что-то другое, Рокки. Рокки! Рокки! С вами, сеньор? Я здесь. Я собираюсь выехать на семейном автомобиле. Поедешь со мной, как шофер? Хорошо. Подожди. Я не поеду на заднем сиденье. Понимаю. Хотите ехать рядом со мной, чтобы поболтать по дороге? Да нет же. Ехать спереди я тоже не собираюсь. А, вы не поедете ни спереди, ни сзади, а на крыше ездить нельзя. Я поеду в багажнике. В багажнике. Да. Это новая мода? Нет, просто я боюсь солнца, а в багажнике мне будет спокойнее. Понимаю, понимаю, это шутка. Шутка? Ты же знаешь, Рокки, я серьезный человек и не люблю шутить. Конечно, сеньор, простите. А что, тебе смешно? Нет. Я иду за машиной. Подгони машину и едем. Если хотите, могу поставить кондиционер. Не нужно. Нам недалеко. Не теряй времени и идем. Это от солнца. Может быть, он вампир? Падре Мануэль! Иво, вот так сюрприз. Как себя чувствуете? Хорошо, хорошо. Помните моего брата? Как поживаете? А где Милли? Милли, я за ней очень переживаю. Почему? Какая-то она грустная, расстроенная, никогда ее такой не видел. А где она? Поэтому я и волнуюсь, не знаю, куда ты исчезла. А разве она не приходила? Нет, она пришла, но потом исчезла, мы везде ее искали. Нужно заявить в полицию. Нет, не стоит, это в ее духе. Где-то посидит, а потом явится. Что-то ее волнует. Я знаю, где она. Большое спасибо, Падре. До свидания. До свидания. Вам удобно? Да. Может быть, подушку принеси? Закрывай, поехали. Может, термос или еще что? И телевизора тоже не нужно. Закрывай. Я вам еще что-то должен? Если закроешь, мы с тобой в расчете до конца жизни. Руком. Девушки отдыхают. Почему ты здесь? Привет. Ты не ответил, что ты здесь делаешь. А ты не поздоровалась. Привет. Как дела, сеньор? Как дома? Хорошо. Какого дьявола ты здесь делаешь, Иво? Мы пришли вместе с Пабло. Пабло. Привет. Это что, шутка? Нет, просто, возможно, я совершил ошибку. Ошибку? Да, возможно, то, что я видел, оказалось не тем, что я подумал. Может быть, ты только ему позировала, и я пришел объясниться. Очень рада. Но прикуси себе язык, прежде чем говорить, потому что не желаю больше иметь с тобой ничего общего. Понял? Надеюсь. Мили. Какая тебе Мили? Пабло, расскажи своему брату, чем мы занимались в твоей комнате. Правду? Разумеется, скажи ему правду. Любовью. Что? Мы занимались с Милей любовью. На русский язык фильм озвучен по заказу РТР в 2001 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok